Здравствуйте! Это программа «Благовест» и я, Марина Попович. Мы с вами снова в храме-часовне святого благоверного князя Александра Невского. Вместе со мной духовник Екатеринодарской епархии Архимандрит Амвросий. Вместе с батюшкой мы отвечаем на вопросы наших телезрителей. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте, дорогие телезрители, слушатели! Здравствуйте, Марина Александровна! Ну вот маленькая такая в наш адрес камушек. Не мы отвечаем, а пытаемся с Божьей помощью ответить так, чтобы вам видно было Бога и какой Он красивый, какой Он великий, какой Он сладкий, какой Он удивительный. Первый вопрос у нас от Марии. Мария пишет, батюшка, у меня загорелся платок в храме, случайно прислонилась к горящей свече. Скажите, это действительно нужно рассматривать как плохой знак или просто как неосторожность? Мне сказали, что в храме ничего просто так не возгорается. Наверное, задаю глупый вопрос, но я напугана. Мария, вы молодец, что мужественно сказали то, что для всех это такая брехня, которая относится к суеверию, особенно в храме. Первое, что будет, ну ты, Мария Орешная, все святые, у них ничего не говорит, а у тебя все о тебе. Как колдыкали, что там говорят, у него. Мария, не верьте, а радуйтесь. То бесы. Ваша неосторожность, была использована ими оплошность, или вы, может быть, так сильно молились, как бы улетели куда-нибудь, отключились и забыли, что вы рядышком с горящими свечами. Радуйтесь, вам Боженька показал, правильно стоишь, в храме правильно, молишься правильно, волнуешься правильно, ищешь ответы на какие-то молодец. А лукавые, которые желают погибели каждому человеку, хотели, чтобы он сгорел, а Боженька не дал, только платочек сгорел. Иногда косички горят, у девочек там или есть, сейчас и у мальчиков косички. Но никак не суеверно. Вот радоваться, что Боженька попустил, что вы могли бы сгореть, может быть даже, а он все потушил на месте, кончик платочка. И другое, что значит, Богу угодно то, что вы в храме, что вы молитесь, каетесь, просите, благодарите Бога. И закиньте. Ни бабушек, ни дедушек, особенно в храме, там правда какое-то наваждение бывает. Ходят не молиться, а то запугивать, то пропагандировать свою брехню, свое лжеучение. Вот так креститься, вот так венчаться, вот так молиться, вот так гореть, вот так не гореть. Все что угодно, слышишь. Кстати, у нас замечательный патриарх, замечательный наш правящий. Они постоянно с батюшкой, когда собираем собрания, всегда владыка говорит. Вот бойтесь вот этого кликушества. Бойтесь этих пересудов, мнений ложных стариц и старцев. Одно. Только Бог. И что в церкви говорит священник. Вот то правда. Следующий вопрос от Александра. Он спрашивает, решили с родственниками поставить на могиле отца новый памятник. Подскажите, что сделать со старым надгробием и крестом? Если ты из дерева сжечь однозначно, никакого греха не будет. Металл, ну я не знаю, на металлум сдать крестик и надгробие, ну как-то кощутство. Потому что так или иначе там была молитвочка, свечечка была, окропление водой. Это уже часть того человека, частичка его души, силы, энергии. Ну вот так модными эти словами, на них не нужно обращать внимание. То есть, кстати, кладбище – это святое место. Поэтому вот железное что-то, ну я не знаю, может закопать. Где-нибудь. Хорошо, поблагодарите Бога, что своему дорогому человеку делаете новый. Но надеюсь, крестом, потому что если там был крестик, а сейчас вы не поставите крестик, оставьте старый, это лучше и умершему, и вам. Прям не пугаю, а правда говорю. Не выкидывайте крестик, пусть старенький, заветшалый. Крест – это самое важное, что должно быть на гробничке. Вот начертанной, нарисованной, или изваянной. Не выкидывайте крестик. Попросите где-нибудь на памятничке, вверху всех фотографий, сюда, на верху самого, маленький крестик, четырехконечный. Кстати, о кресте там еще никто не спрашивает. Какие правили? Четырехконечный, шестиконечный, восьмиконечный и так далее. Обязательно прошу вас, чтобы вам хорошо было и упокоилась душа усопшего. И, конечно, хорошо потом пригласить батюшку или самим окропить водичкой вот это место, чтобы каком-то потревожена та святынька. Суета, беготня, может, рабочие ругались даже. Поэтому хорошо, что сделали. Посмотрите, есть ли крестик. Если еще можно выгравировать, если нету. Или краской такой крепкой нанести красивый крестик. Красивый памятник, значит, крестик сделать красивый, чтобы не было там как-нибудь секость-накость. Вот. И потом осветите сами крещенской водой. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Трижды. И радуйтесь. Это хорошо усопшему и хорошо вам. Следующий вопрос тоже о крестике. И Инна спрашивает. Скажите, правда ли, что нельзя надевать на себя найденный на улице чужой крестик, потому что из-за этого все грехи того, кто его носил раньше, перейдут на тебя? Инночка, хоть вы и жемчужина переводится, но не жемчужина рассуждаете. Ну, наверное, вы еще маленькая или не очень опытная. Дело в том, что больше всего в жизни надо даже ждать такой ситуации, когда Боженька откроет наши грешные глаза и обратит внимание на крест, в пыли, на улице. Бог Боженька как бы так говорит. Я тебе показываю. Посмотри, меня топчут, меня плюют. Вызвали меня. С большой радостью поднимайте. Не слушайте опять вот это клекушеское бабское, как я вам говорил, суеверность. Грехи взять это еще минимум. Говорят, что смерть сразу получишь. Болезнь страшна. А вы это прям слезами омойте эту пыль и поцелуете сразу. Боитесь дома держать, приносите в храм. То вам очень повезло. Бесы бабкам подсказывают всякие небылицы. Заберешь их грехи, заберешь их болезни, заберешь их там счастье свое потеряешь. Да еще будут верить, там такое может. И бывает, простите, начинается. И только когда исповедуются, какие-то. Когда понимают, как это здорово. Боженька обратился, попросил. Спаси меня. Меня топчут и на меня плюют. Если у вас есть такой кресик, вы боитесь. Или если, Иночка, вы и другие зрители, слушатели, бывали и трусили, не поднимали, я советую всем бежать к батюшкам. Если в Краснодаре приходите ко мне и на исповеди сказать, помимо других грехов, струсила, посуеверничала, посуеверничала, не подняла, подумала и оставила на Бога хулить таким образом. Что бывает, ну бросают крест, не дай Бог, а будет просто, да, цепочка расслабилась, ниточка перетерлась. Ну, попусек. Кстати, кто терял на море, там детской, на спортплощадке, надо деткам или взрослым покаяться. Не помню, но раза два, три, один я терял крестик, теряла. Боженька, прости меня. Где он? Как с ним поступали, не знаю. Далее, потеряла, например, золотой. Очень плакала, а деревянный и забыла. Золотой, потому что золотой. Надо плакать, чтобы Боженьку как бы потерять могли. Итак, первое покаяние относительно этой темы. Если теряли, покаяться, попросить прощения, сказать батюшке. Если находили и не подняли, прям поштучно. Не раз, а два предавал Бога. Каюсь, прости меня, Боженька. Спасибо, что не наказал меня. Не показал, как это плохо. Ну и третье, это относиться правильно креститься. Поскольку нас сейчас видно, записывают. Я хочу еще раз для всех. Нельзя, Мария Александровна, вот так делать. Жемчужинка. Перекрестился? Это глобик там, я не знаю. Лучше никак не делать. Креститься надо с радостью. С сознанием дела. Это очень полезно. Это очень спасительно. Это очень целительно. Перечисляю теперь. Для тела целительно. От правильного осенения к истам болезни все могут убежать. Будет только чудо. Что ж такое? Только думал, умру, а сейчас святой и живой. От правильного... Ум больной становится здоровым. Душевно больные, и те понимают силу креста. Я несколько раз ходил на пробуете. Я знаю, что такое креститься, и научить их правильно креститься. Итак, правильно крестимся. Дал Бог правой, слава Богу правой. Если, не дай Бог, нет левой, или десницы нет. Мне страшно. Слава Богу, есть левой. Это все вопросы в данной программе. Увидимся через неделю. Это была программа «Благовест» и Марина Поповича, духовника Кочародарской епархии, Архимандрит, Амвросий. Спасибо, Господи, всех.